Драма «Святая крепость» Дом на острове у побережья. Он полон символики и воспоминаний. Две сестры доживают здесь свои дни. А зритель находится тут же внутри дома с его чарующей обстановкой и завораживающими настроениями. Но весь этот продуманный до мельчайших деталей уют и прелестный антураж не может ввести заблуждение относительно того, что это лишь островок посреди огромного океана. Думала, прошлое ушло. Однако нет. Оно с тобой постоянно. Последняя твоя собственность. Никаких планов! Лидия, не волнуйся. Есть спокойная какая-то, как пишет «Титаник Мордин». Вот странно, что «Олимпику» удалось от тебя увернуть. Опрокинув всю американскую идиллию с непременным хэппи-эндом, режиссер идет куда дальше автора пьесы и наполняет спектакль жизненным и реальным содержанием, не оставляя иллюзий ни у персонажа, ни у зрителя. Лидия, не волнуйся. Да, увы, конец неизбежен, но это вовсе не повод для отчаяния. Нет никакой трагедии в том, что естественно. Горечи, досада, грусть, раздражение, печаль, временное помешательство и отчаяние, конечно, посещают этот дом, но не задерживаются в нем. Потому что все-таки любовь оказывается сильнее. Она, как это ни странно, даже возвращает разум и, безусловно, укрепляет дух. Она выдвигает, как лучшее средство от всех бед и напастей, добрый смех. Она подсказывает достойную линию поведения. Направляет в русло человечности. Она не позволяет перейти черту, за которой лишь опустошение. Она же, видимо, и подарила режиссеру спектакля то, что он, в свою очередь, подарил зрителям – ощущение жизни, а не приближение ее конца. И самое великолепное – это взрывы фонтанов воды, взмывающихся в яркое солнечное небо. Ну, а зачем думать вообще о смерти? Я вообще не понимаю. Есть она смерть? Нет, очень много на этот счет есть уже мнений сегодня. Поэтому смерть, наверное, понятие философское все-таки скорее. К этому надо так относиться. А трясти всю жизнь и ждать смерти, наверное, смешно. Как-то артисты привыкли перевоплощаться, что-то там играть. А тут мне не пришлось. И пришлось только углублять мир этой героини. Ну, вот он так как-то выдержал этот слом судьбы тогда в известном году. Но как-то смог выжить за счет того, что, значит, действительно любил своих друзей, любил жизнь. И всячески сопротивлялся всем событиям. Там наперекор, вопреки. Все равно жизнь продолжается. И она заканчивается, конечно. Жанна, конечно. Только к концу осознаешь действительно то, что ты любишь кого-то. Я думаю, не столько к концу, сколько с возрастом. Конечно, и пьеса, и спектакль вне времени и географии. Это притча для любого континента и любого отрезка жизненного пути. Поэтому Юрий Лобецкий так смело и уверенно сместил даты, акценты, реалии, изменил текст, приспосабливая его в данном случае для восприятия российского сознания и современного мироощущения, делая понятным каждому зрителю, пришедшему на этот спектакль. Игра актеров, пожалуй, за последние несколько лет, вот когда мы смотрели спектакли, современные или осовремененные спектакли, вот этот спектакль был великолепен. Очень душесчипательно, потому что, ну, действительно, вот возраст, который мы переживаем, он, в общем-то, ну, очень сложный. И поэтому где-то даже вот, ну, до слез вот это все, потому что это, ну, это очень жизненно. Я сама живу в Санкт-Петербурге, и мне интересно было посмотреть, как выбрать театр по сравнению с Санкт-Петербургскими театрами. Так, и как же. Мне понравилось на самом деле. Вы считаете, неплохой уровень, да? Неплохой уровень, очень сильный спектакль, мне очень понравилось, как играют актеры. Мы рождаемся в любви и приходим в этот мир для любви. А вместо этого только и делаем, что разрушаем. Мучаем себя и других, устраиваем войны и революции, дефолты и депрессии. Недаром в пьесе муж героини погибает на фронте один из гостей дома-человек из последних магикан царской России. Лишенный корней и почвой под ногами, он вынужден всю жизнь греться у чужих костров. А зимой, когда мы возвращались обратно в Петербург, великий князь устраивал роскошные приемы. И если нам хватает ума на невероятный технический научный прогресс и таланта на создание шедевров, то уж, наверное, может хватить и на то, чтобы сделать свои достижения источником заботы о ближнем. Для этого нужно так мало, просто научиться, наконец, любить.